Мы, жители больших городов, главные мишени для токсических веществ. Их вокруг нас великое множество – продукты, большие производства, выхлопные газы. И если вы сейчас не замечаете, как они накапливаются внутри вас, это еще ничего не значит. Потому что накапливаются они тихо и незаметно, капелькой за капелькой, а затем разрушают нас изнутри. Например, могут спровоцировать различные заболевания кожи, привести к циррозу печени и даже к развитию рака. Поэтому эти вредные вещества из организма нужно абсолютно точно выводить. И помогут нам в этом продукты сорбенты. Они буквально впитывают в себя эти вредные вещества и тем самым защищают наше здоровье. Что это за продукты, давайте выясним у эксперта. Юлия Чихонина, врач-диетолог, кандидат медицинских наук. Юль, привет. Привет. Откуда мы вообще можем получить сразу слишком много токсинов? Вот ты никогда не получила пищевое отравление? Ну, бывало, да. Вот тебе один из случаев. Но это же отравление. Это и есть большая доза токсинов. Например, если мы съели какой-то продукт, который полежал какое-то время, испортился, а мы его съели, и мы получили массу токсинов, которые синтезировались микробами, которые размножались в этом продукте. Ой, ужас какой-то. Итак, если мы отравились испорченным продуктом, продуктом это будем и убирать, вышибать клин-клином. Что нам нужно съесть? Вот, например, очень много веществ, обладающих энтеросорбционными свойствами, много содержится в водорослях. Альгиновая и фуциновая кислоты – это очень сильные энтеросорбенты, которые способны связывать и выводить соли тяжелых металлов, радиоактивные элементы, различные токсины и даже вирусы. То есть альгинатную маску, когда я накладываю на лицо, чтобы точно токсины из кожи уходили. Там же так и пишут на маске. Снимите стресс большого города и отравление испорченными продуктами, но это я уже додумала. А какие водоросли? Смотри, тут разные. Ну, доступнее всего для нас ламинария, морская капуста. А вот есть еще сухие водоросли, нори, например. Сушеные водоросли подойдут для этого? Да, подойдут, но они потребуют запивания водой, либо размачивания в воде. Но их зато в сухом виде потребуется в несколько раз меньше, чем вот такого салата. Первый продукт сорбент – это водоросли. Поможет защититься вам от отравления испорченными продуктами. А как еще продукты нам могут навредить и какими продуктами мы будем спасаться? Ну, например, фастфуд или уличная еда, когда мы не знаем продукта, в какой свежести она готовится, во-первых. Во-вторых, какими руками она готовится. Хорошо, а чем мы будем спасаться? Самое время вспомнить о яблоках. Яблочный пектин, например, свежее яблоко. И лучше его измельчить в пюре, чтобы получить как можно больше этого незаменимого для нас компонента питания. Доказано, что он обладает сорбирующими свойствами и, по сути, является, в общем-то, санитаром нашего организма. Зачем нам яблоко-то в пюре превращать? Разве не проще? Вот, взял и после фастфуда съел яблоко. Мы в измельченном виде можем больше яблок съесть. А-а-а. Кстати, можно даже детское пюре купить, а не самим делать же, правильно? Да. Кроме яблок нам еще могут помочь отруби. Даже в то же яблочное пюре можно их добавить. Я знаю точно, что тунец накапливает в себе ртуть. И причем чем больше рыба, тем больше она в себя это все забрала. И ты совершенно права, потому что чем дольше рыба живет, тем больших размеров она достигает, и тем больше этих нежелательных веществ она в себе и накапливает. Берем не вот такую тушу, а вот такую тушенку. Да, поменьше. Ну и естественно, если вы поели в этот день тунца, так же можно съесть яблоко или отрубей. Или с морской капустой его поешьте. Еще вот, Юля, у нас в России каждый день праздник. Каждый отмечает, когда хочет, и я знаю такие случаи, что люди могут отравиться алкоголем. Да и вообще распитие алкоголя – это уже какое-то отравление. Он как токсин воздействует на клетки нашего организма, и на клетки печени, и на клетки головного мозга. Какие продукты нам могут помочь? Ну, например, хотя бы картофель. Картофельное пюре. Оно обладает такой мягкой обволакивающей текстурой, в своем составе содержит крахмал, который поможет, ну, хоть как-то замедлить всасывание и усвоение алкоголя. Хотя, кроме картофеля, есть и другие продукты. Так, какие, например? Можно вспомнить о фруктах, вот, ну, например, авокадо. Праздников много. Организм у меня один, картошки возьму побольше. Так, авокадо нам тоже поможет. Можно сделать гуакамоли. Можно. Для картофельных чипсов. Отличная идея. Все, я все придумала, все придумала. Авокадо. Говорят, чем темнее, тем лучше. Предлагаю взять еще киви. Киви нам от чего поможет? На всякий случай, от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды. Например, выхлопные газы или дым с больших производств. То есть воздух мегаполиса. То есть, в общем-то, воздух, да, которым мы дышим. Таким образом может действовать не только киви, а, например, некоторые виды зелени, сельдерей, шпинат. Все зеленое. Я так понимаю, что это вообще все нужно есть каждый день, потому что мы каждый день дышим этим воздухом. Ведь ни для кого не секрет, все прекрасно знают, что всегда доктора советуют как минимум 5 порций овощей и фруктов в день. Все эти продукты богаты пищевыми волокнами, которые тоже выполняют определенную роль как сорбенты и способствуют выведению всех нежелательных компонентов из нашего организма. Снова нас спасают продукты. На этот раз от отравлений и выхлопных газов. Юль, спасибо тебе большое, что указала нам на нужные продукты. Спасибо и будьте здоровы. Будьте здоровы. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok